Сегодня можно наблюдать, как некоторые страны вне региона пытаются вмешаться в его геополитическую ситуацию, как, например, делает это Франция, пытаясь вмешаться в дела Южного Кавказа через Армению. Зачем они пытаются внедриться на Южный Кавказ, спросим у нашего гостя Сахилий Скендеров, политолог к нам подключается. Сахир Мэм, здравствуйте. Добрый вечер, приветствую вас. Как вы все-таки считаете, к чему сейчас сводится общая риторика представителей западных стран? Честно говоря, я понимаю, что последние события, события за последние 2-3 года, можно сказать, в принципе, демонстрируют то, что и в первую очередь западным странам, что региональные державы, региональные страны намеренно и настойчиво наставят на решение региональных проблем именно как раз при участии самих региональных государств. Весь вопрос в том, что события за последние 30 лет показали то, что чем больше вне региональных игроков пытается вынедриться здесь в ситуации и установить свои порядки, это приводит к очень нежелательным результатам для региональных стран. Но я имею в виду Южного Кавказа и те страны, которые непосредственно соседствуют с Южным Кавказом. Они все прекрасно и каждым разом все больше и больше обязываются в том, что попытки и определенные движения и действия со стороны нерегиональных игроков ничего хорошего региональным странам не сулит. Вот в этом плане я думаю, что западные страны в последнее время уже, поскольку они не хотят мириться тем, что практически уже их поезд ушел, и поезд этот ушел в первую очередь по их собственной дне, поскольку они ничего не смогли такого положительного предложения региональных странам. А как раз-то за последние 2-3 года как минимум 3 стран региона, я имею в виду Азербайджан, Кавказ и Россия, как раз-то продемонстрировали, что общими усилиями региональных стран можно добиться определенных успехов. И конкретно установление стабильности и всемирной безопасности в регионе, которые в конечном итоге приводят всестороннему экономическому сотрудничеству. Вот, к сожалению, вне региональных игроков, которые примерно 30 лет тому назад начали не только укреплять свои позиции в регионе и стараться установить свои геополитические порядки, они вот сейчас, исходя из последних событий, то, что вроде там региональные игроки страны решили в конечном итоге обойтись без их, в кавычках, образно говоря, помощи и поддержкой установить свои правила здесь в регионе, которые непосредственно касаются и самих интересов этих государств, то есть имеется в виду интересов международного Кавказа. Вот в этом плане, естественно, с Западом никак не может мириться этой ситуацией. Почему? Поскольку, как говорится, хорошим привыкаешь быстро. И поэтому они упорно не желают принять новую повестку дня и стараются каким-то образом вернуть все к нулевой точке или провернуть все вспять. Но это, конечно, извините, никоим образом не соответствует интересам региональных стран и в первую очередь Азербайджан, который является лидером по всем параметрам международного Кавказа. И с другой стороны, и тоже в Турции, и в России, в принципе, там, если в Азербайджане не выгодны, поскольку ничего хорошего любимого не судят. Вот что интересно, почему-то Запад, оценивая существующую реальность, напрочь игнорирует или даже сознательно отбрасывает все исторические процессы, которые ей предшествовали. Вот почему никто не вспоминает 30-летнюю оккупацию Армении и азербайджанских территорий, проводимых ей в этнических чисток? Вес вопрос в том, что, Телихан, понимаете, в чем загвоздка. Если вот эти страны будут признавать то, что вы говорите, что вот они, если признают то, что да, действительно, они были, как бы там, очень, как бы, образно говоря, терпеливы в этом окрестерской политике Армении, это практически будет, что они будут обвинять самих себя. Поскольку, поскольку, вес вопрос в том, что я это все время утверждаю, что не стоит забывать о том, что я более чем это мое там конкретное убеждение, там и меня не может кто-то в этом переубедить, именно карабанская проблема как раз-то и была там подброшена с их подачи в конце 80-х годов прошлого века. Поскольку, поскольку у них были определенные задачи по отношению развала Советского Союза, и кто будет сейчас никто не отвергать то, что и вернее не опровергать тот факт, что именно развал Советского Союза и произошло именно там, началось там свое подброшение как раз карабанская проблема. И весь вопрос в том, что, понимаете, Запад в геополитической борьбе против Москвы, то есть против России, ну, как хотите, так и называйте, там можно и СССР, и Россия, и Москва, именно там как раз-то использовала эту карабанскую каплю. И весь вопрос в том, что сейчас, если они будут признавать то, что, да, вот, к сожалению, там и по недосмотрению, или по недосмотру, или, я не знаю, то ли там по своей близорукости, там были там очень, как бы там оставались, как бы это, да, вот. Ну, я бы не сказал, что там лояльно, то, что практически не видели, не слышали вот это агрессорские действия Армении, это практически будет означать то, что они будут определять самих себя. И, кроме того, мало того, что они еще тогда спровоцировали, там как раз с подачи их было там спровоцировано, карабанская проблема в конце 80-го прошлого века, и после этого в течение 35-ти лет они как раз-то тормозили, вот, конкретно тормозили решение этой проблемы, которую они сами располагали. И, в принципе, там есть тоже своеобразная логика, понимаете, зачем я буду там решать ту проблему, которую сам себя как раз-то спровоцировали, понимаете. Как раз эта проблема была подброшена для определенных геополитических стилей, достижения геополитических стилей. А после того, что, да, я это сделал, сейчас я начинаю это все тормозить, переигрывать наобратно, понимаете, история доказывает, что такого не бывает. И весь вопрос в том, что, к сожалению, понимаете, да, с одной стороны, открытие нашего региона там для Запада, для экономического сотрудничества с Западом, естественно, там привезли свои дивиденды в этом плане, что там и для процветания Южного Кавказа, и в определенном плане, там, в экономическом там сотрудничестве, в экономическом плане, но, к сожалению, в геополитическом плане это очень там чревато отразилось на положении там в Южном Кавказе, на Южном Кавказе. Вот о чем идет речь. Я поэтому думаю, что чем меньше они будут сейчас после всего этого, тем более особенно вот, когда уже там образована там новая повестка на Южном Кавказе, чем больше они будут, как бы, попытаться там оказать там влияние на это событие, на процессе на Южном Кавказе, это будет очень чревато для, в первую очередь, для этого региона. Понимаете, Южный Кавказ находится слишком далеко, там, ну, достаточно далеко от их границ, и поэтому в этом плане то, что здесь творится, особенно их и не беспокоит. Их единственное, что беспокоит здесь, чтобы сохранить свое геополитическое влияние, идти на любые шаги. И вот в этом плане, я думаю, что на любые поступки в этом плане вот как раз-то их можно логически понять. Логически можно понять, но это никак невозможно принять. Ну, то есть мир на Южном Кавказе им абсолютно не нужен. Спасибо большое. Нет, абсолютно. Знаете, есть вопрос, что если как раз-то, если на Западе там, в принципе, там протесты, Запад действует в рамках там концепции там контролируемого хаоса, ну, вот смотрите, что не только на Южном Кавказе, потому что творится в мире там в разных точках регионов мира. А это что? Конкретно есть определенные концепты, которые непосредственно под эти там игры, под эти конфигурации как-то стоят здесь. Спасибо большое за ваш комментарий. Саиль Скендеров, паритолог, к нам подключался. Благодарю. Саиль Скендер